Законы природы и сложившаяся на их основе экосистема животного мира нашей планеты приводят к жестокой борьбе за выживание. Змеи посвящают этой борьбе всю свою жизнь. Среди всех видов животных только они обладают способностью выживать на суше, в море и даже летать по воздуху. В джунглях Южной и Юго-Восточной Азии действительно обитает пять видов древесных летающих змей, которые могут преодолевать значительные расстояния по воздуху. До сих пор среди ученых нет единого мнения, почему змеи начали летать. Можно только представить те страшные обстоятельства в далеком прошлом, что заставили их летать без крыльев. Сегодня о летающих змеях известно совсем мало, но мы постараемся познакомиться с ними поближе. Древесные летающие змеи приспособлены к жизни в кронах деревьев, обладают сравнительно тонким телом, достигающим длины от 60 сантиметров до полутора метров. Они быстро и ловко ползают не только по веткам, но и по вертикальным поверхностям. У них более 400 ребер, и движутся они куда захотят, высоко над землей. Окраска этих змей яркая и пестрая, маскирующая их среди освещенных солнечными лучами сплетений листьев, веток, лиан, лишайников и цветов эпифитов. Многие из этих змей очень красивые. Но древесные змеи привлекают к себе внимание не только внешним видом. Гораздо более удивительная черта этих змей – способность к так называемому скользящему или планирующему полету. Змеям, которые живут на деревьях, очень сложно переносить свое тело с ветки на ветку, с дерева на дерево, особенно если расстояния между ними большие. Поэтому они предпочитают спускаться с деревьев с высоты 15-20 метров, планируя по воздуху. Так как же змея умудряется полететь? Это райская древесная змея – самая распространенная летающая змея. Ее длина доходит до 1 метра 20 сантиметров. Они населяют тропические леса, относятся к семейству ужеобразных и не ядовитые. Райская украшенная змея прыгает в воздух, используя свое тело как пружину. Она скользит к концу ветви, повисает в форме латинской буквы J и раскачивается при помощи нижней части тела, а затем, оттолкнувшись частью хвоста, бросается в воздух и, вытянувшись, плавно планирует на расположенную ниже ветку или другое дерево. Во время своего полета круглое тело летающей змеи становится очень плоским. Как кобра, раздувающая свой капюшон, эта змея расправляет свои ребра, растягивает кожу и прижимает спину к желудку, превращаясь из цилиндра в плоскую ленту. Эта новая форма помогает змее, набравшей инерцию в прыжке, отразить потоки воздуха с боков и снизу, что создает подъемную силу, подобную крылу аэроплана. Ее тело становится аэродинамической поверхностью. Снижаясь, она изгибает свое тело в виде английской буквы «С». Плывя в воздухе, змея совершает волнообразные движения, словно в воде, держа свой хвост жестко вверх и раскручивая им из стороны в сторону для равновесия. Технически эти змеи скорее планеристы, чем летуны, так как используют скорость свободного падения с дерева и сокращения мышц тела, чтобы поймать восходящие потоки воздуха. Но украшенные древесные змеи не просто способны к планирующему полету, они еще могут изменять направление движения уже в воздухе, заметив непредвиденное препятствие. Таким способом летающие змеи могут покрыть в полете большое расстояние. Имея тело длиной около одного метра, она может пролететь по воздуху до ста метров. Когда змея приземляется на ветку, она образует крюк, чтобы схватиться за дерево. Приземлившись, она вновь устремляется в глубину ветвей. Удивительная способность змей к планированию по воздуху помогает им выживать, легко перемещаться с дерева на дерево, спасаться от хищников, а также охотиться за добычей. Полет змей – это очень захватывающее зрелище, а красота их формы, изящество и привлекательность движений завораживают наблюдателей. Популярное выражение «клубок змей» вызывает ассоциацию с чем-то колдовским и ужасным. В природе можно встретить клубки змей, и связано это явление с началом брачного сезона. Скопление переплетенных змеиных тел – не что иное, как змеиная свадьба. Самцы по запаху нашли самку и обвиваются вокруг нее, образуя немыслимое переплетение гибких тел с множеством голов. С приходом весны, после того, как сойдет снег, просыпается самое большое сообщество змей в мире. Змейные ямы Нарцисса располагаются в 6 километрах к северу от поселка Нарцисс, что в канадской провинции Манитоба. Здесь располагается самая большая в мире концентрация подвязочных змей. Подвязочные змеи, или садовые ужи, относятся к роду змей из семейства ужеобразных. Они широко распространены на территории североамериканского континента, от Канады до Центральной Америки, где ведут дневной образ жизни. Эти присмыкающиеся собираются вместе два раза в год – один раз весной и один раз перед спячкой. Весна пробуждает логово. Десятки тысяч змей, скользя друг по другу, выползают из своих укрытий на поверхность земли, образуя настоящий живой ковер. Самцы канадской подвязочной змеи выходят весной из зимовальных убежищ раньше и начинают с нетерпением ждать самок. Самки выползают по одной, и поэтому, когда очередная невеста появляется на поверхности, ее ожидают сотни поклонников. У самок тела более крупные, чем у самцов, но по численности самцы намного впереди. Наступает период спаривания, и змеи начинают свой ритуальный брачный танец. В этом важнейшем процессе принимают участие более ста тысяч змей. За одной самкой ухаживает огромное количество самцов. Готовая к спариванию самка источает характерный запаховый сигнал – феромон, привлекающий самцов. Несколько сотен их собираются вокруг одной самки, образуя огромный клубок. Они постоянно перемещаются, издавая характерные шипящие-шуршащие звуки. Змеи буквально везде – на земле, на выступах скал и на ветвях деревьев. Запутанные клубки то и дело скатываются по скалам. Представьте себе уровень конкуренции. Сотни змей-самцов, привлеченных феромонами, ластятся к единственной самке. Воздух полон еле слышным шипением – выбери меня. Каждый самец хочет встретиться с самкой. Он должен быть сильным, а главное – настойчивым. И лишь одному в этом большом клубке удается спариться с ней. Методом такого соревнования создается более сильное потомство. Но как только одному из претендентов удается спариться, действие запаха прекращается, и клубок расползается в поисках очередной невесты. Оплодотворенная самка спешит убраться подальше. Она найдет себе удобное местечко, где позже, летом, родит сразу 40-50 змеенышей. Численное преобладание самцов гарантирует, что каждая самка подвязочной змеи будет оплодотворена в течение всего лишь получаса после ее выхода с зимовки. Это очень важно, поскольку лето на севере короткое, а раннее оплодотворение обеспечивает появление молоди до наступления зимних холодов. Кстати, с наступлением осени подвязочные змеи массово направляются обратно в пещеры, что позволяет увидеть их еще раз. Хотя, по правде сказать, это осенние действия менее впечатляющие, чем весенние. Жители окрестностей облегченно вздыхают. До следующего змея апокалипсиса остается целых 8 месяцев. В глубине жарких и влажных дождевых лесов в мутных водах болот на юго-востоке Азии живут и охотятся щупальценосные змеи. Необыкновенная пресноводная змея любопытна уже тем, что имеет на своей голове пару щупалец, похожих на рога. Отсюда и название – щупальценосная змея. Эти два шишкообразных небольших выроста, снабженных мышцами, скорее всего используются в качестве сенсорных датчиков, с помощью которых герпитон или щупальценосная змея, единственная представительница своего вида, получает информацию о происходящем вокруг. Эти змеи живут под водой, но дышат легкими и вынуждены время от времени подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Они небольшие любители покидать свое водное обиталище, но иногда могут залезть на корягу или другие выступающие из воды предметы. По земле передвигаются с большим трудом. Щупальценосная змея – хороший охотник. Она обучилась совершенно уникальной технике ловли рыбы. Готовясь к охоте, присмыкающаяся сворачивает тело петлей и терпеливо ждет, когда рыба подплывет как можно ближе к ее голове. Как известно, рыбе с ее быстрой рефлекторной реакцией достаточно нескольких тысячных долей секунды, чтобы избежать зубов хищника. Биологи называют реакцию рыбы на опасность C-старт. Все очень просто. Как только боковые линии, расположенные по обеим сторонам туловища, так называемые уши рыбы, улавливают малейшие движения жидкости вокруг, они посылают мышцам особый сигнал. В результате тело рыбы мгновенно изгибается в виде латинской буквы С в направлении противоположном пришедшему звуку. Это движение позволяет рыбе очень быстро уплыть в сторону от опасности, стартуя почти бессознательно. Поэтому змея, когда жертва оказывается рядом, делает резкое движение не головой, а хвостом. Колебания воды воздействуют на жертву, запуская реакцию C-старта. В следующей доле секунды происходит нечто неуловимое человеческим глазом. Почти мгновенно рыба оказывается в зубах водяной змеи. Герпетон, который заранее просчитал направление движения рыбы, целенаправленно послал волновые колебания с нужной стороны. Реагируя на опасность, рыба бросается точно в пасть хитрой охотницы, которой остается лишь вовремя сомкнуть челюсти. Перед броском змея сощуривает зрачки и резким движением головы захватывает обманутую жертву. Эта уникальная техника ловли рыбы, щупальценосной змеи, позволяет ей процветать под водой, не имея плавников. Щупальценосные змеи ядовиты, но сил их яда хватает только на то, чтобы обезвредить пойманную рыбу. Для человека он не опасен. А клыки герпетона малы и посажены слишком глубоко, чтобы причинить какой-либо вред человеку. Субтитры создавал DimaTorzok